Первое. Все, что делает власть, должно иметь конечной целью повышения качества жизни людей. Решение самых масштабных, самых амбициозных задач, которые мы ставим перед собой, обязано обеспечивать поступательное улучшение жизни наших земляков. За цифрами областного бюджета мы всегда должны видеть интересы конкретного человека. На это нас ориентирует президент России Владимир Владимирович Путин в майском указе этого года. Именно так строил свою работу Владимир Владимирович Якушев. Поэтому мы с вами живем сегодня в таком комфортном регионе, куда хочется возвращаться из отпуска или деловой поездки. Второе. Там, где властью сделано много полезного, особенно важна преемственность. И она должна заключаться в развитии. Бывает, что мы с вами становимся свидетелями того, как при смене региональной власти начинается полоса реформ, резких изменений, несмотря на то, что ранее регион отличался стабильностью и гражданским согласием. Я полагаю, что надо бережно относиться к тому, что было построено раньше, что устраивает людей и отвечает образцам эффективного управления. И дальнейшее развитие нужно планировать на базе предыдущих результатов. Я считаю себя членом команды Владимира Якушева и его преемником. Поэтому планирую строить свою работу, продолжая и развивая уже действующие проекты, присоединяя к ним новые перспективные направления. Мы будем и дальше двигаться курсом на диверсификацию экономики, развитие нефтехимического, нефтедобывающего, аграрного, обрабатывающего секторов. Мы сделаем новые шаги в сторону развития биотехнологий, IT-проектов, цифровизации. Иными словами, будем делать все, чтобы экономическая база области развивалась, обеспечивала достойный уровень жизни и работу для людей. Третье правило взаимодействия и гражданского общества – это качественные коммуникации. Основа эффективности региональной власти – хорошо отлаженная обратная связь с жителями области. В современном, динамично меняющемся мире мы обязаны постоянно знать, чем живут люди, какие проблемы их беспокоят, что они хотят от власти. Везде, где это возможно, по различным принципиальным вопросам жизни региона и конкретного населенного пункта, мы должны вовлекать в диалог активных жителей, делать их участниками обсуждений и подготовки решений власти. Как показывает мой опыт работы в городе Тюмени, принятые с участием жителей, решения – наиболее эффективны и понятны людям. Инструменты и площадки для реализации прав жителей, высказывая свое мнение, мы будем создавать и на уровне муниципалитетов, и на уровне регионального правительства. Четвертое правило – открытость власти. Мы должны подробно и понятно объяснять людям, что и зачем делаем или собираемся сделать. Всегда при старте нового проекта, при открытии нового производства, при начале каких-либо административных реформ. Если общество будет принимать и разделять цели, которые ставит власть, мы сможем строить будущее, в котором каждый человек будет понимать свое место. И, наконец, пятое правило – власть должна оперативно реагировать на текущую ситуацию и расставлять приоритеты в зависимости от нее. Главный индикатор здесь один – потребности жителей региона. Редактор субтитров А.Семкин